Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот и в рубрике «Два полковника и лейтенант Пиджак» с вами капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табов. Привет, Юг! Доброе утро, Россия-Израиль! Полковник Вооруженных сил России Александр Глушенко. Привет, Сань! Здравия желаю, Америка и Израиль! Ну и таки, старший лейтенант Пиджак или, как у нас теперь принятой стал традицией по-зулузски Исихулу-Исихерзулу Юрий Гимельфар. Слушайте, господа, вот смотрите, что у нас получается на нашем небосклоне. Вот говорят, что нет у нас никаких новых технологий. Оказывается, они есть. У нас же, оказывается, наш Владимир Владимирович Путин, он поручил расширить линейку беспилотников, боевых роботов, ядерного оружия. Это... Юр, а вот такие в Америке есть? Юр, не ядерного, а лазерного. Лазерного, конечно, лазерного. Лазерного, да. Лазерного, херязерного. Понятное дело, что такого, которого уже ни у кого нет, и претендентов нет, и аналогов нет, и даже все западные специалисты в шоке, и весь материнский совет уже обсуждает это, наверное, и вышел на очередной субботник, чтобы это отпраздновать все. Одно и то же. Послушай, во-первых, что значит он дал указания, и дальше что? Все, значит, записали, да, вот теперь будет лазерное оружие, свет, такое, самое лучшее, и аналогов нет, все записали. И побежали делать, что ли, все. С кем делать? Пол стороны пытается свалить оттуда, а вторая пол стороны пытается не сесть. И с кем это делать? И как дать указания такое? Да, знаешь, я в 90-х работал, такая комиссия была о военнопленных и без вести пропавших. Мы работали с таким покойным Дмитрием Анатольевичем Лукагоновым, большой историк. Был отец политруков, отец политработников, он создал полит, вот это все, генерал-полковник. Потом, конечно, он их сам же пытался и убить, что он породил, поэтому он был такой очень нелюбим ими человек. И вот как-то меня позвал и сказал, хочешь, я тебе покажу какой-то документ, очень такой секретный вспомнение. Нет, мне нельзя секретный, меня арестуют, мне это запретили, нельзя мне ничего смотреть. Нет, вот этот можно. И он мне показывает клочок бумаги, реально клочок бумаги, и написан на нем. Я прочитать не мог, он мне прочел, потому что написано так, как курица писала. И написано, установить общественное питание в стране, или обустроить общественное питание в стране. Вот написано Владимир Ильич Ленин. Вот Ленин сдал указ. Установить питание в стране. Все, идите, устанавливайте, докормите страну. Это указ он устал такой. Так и этот указ устал. Вот этот, новейший, лучший, оружесный. А бюджет? А кто над этим работать будет? А зачем оно вообще нужно? Кто им будет пользоваться? Для чего? Против кого? А я тебе расскажу. А я тебе расскажу. Причем, про что-то не я это расскажу, а это уже российский поэт Олег Ломовой. Он представил, как это будет. Много мата, много пота, сопли грабдом с хоботом. Мы тащили из болота боевого робота, что ради бюджетных галок и для пущи крутина Собран из говна и палок по указу Путина Модный, глянцевый, лощеный, с пятитонной пуш тушкою Сверху, сука, оснащенный лазерную пушкою По бокам его ракеты, сзади бак заплатаю Пулеметы, взрыв-пакеты и топор с лопатой На жаре и на морозе робот не ломается На дровах у гленовозе едет, улыбается По врагам, буеракам, по воде практически Едет прямо, ходит раком, все автоматически Привезли его в вагоне сразу на учение Суета на полигоне, первое включение Наш полковник крокодилом ходит, матюкается Рядом скачет попскодилом, помогать пытается Мы команду получили, запускай событие Терминатора включили, отползли в укрытие Там лежали полчаса, заскучали, скисли Где, простите, чудеса оборонной мысли По окопам крепкий мат, шутки с разговорами Механический солдат вдруг завыл моторами Побежали огонечки инфернально красные Мигом стихли смехуечки, злые да напрасные Первый зал накрыл сортир со складами вместе Так и отмер командир на отхожем месте Зал второй накрыл банкет по прямой наводке Сжег салат, уху, паштет и цацерну водки Третий выстрел аккурат в новые арматы И остались от армак только ароматы Всюду гарь, напалм, озон, утро во Вьетнаме Расхерачил гарнизон к этой самой маме Лазер, лазер, ты могуч, точно бьешь, свирепа Наш сакральный синий луч, лазерная скрепа В общем, робот первый сорт, не машина чуда Всяк доволен и мы горд, кто живой покуда Дальше дело было так Хоть кого, спросите Робот кинулся в овраг с криком Отсосите! Микрочипами ведом и двоичным кодом Через чащу пер с трудом Самым малым кодом Прибезирая белый свет по причине глюка Он орал Даешь с конец, Сара Коннор, сука! Поломал осину, вяз, раскурочил пашню И в болоте весь увяз Аккурат по башню А кругом говно и тина, так себе окрестности Хуль ты забыл, скотина, в этой гиблой местности Командир рычит, как зверь Ест солдата поедом Вот и мучайся теперь, съебанным андроидом Ухватились за канат по мороду зуналеди Тянем, тянем аппарат Из болота на люди Скажем так, тягать и-и Блоками до талями Это не пинать хуи Не сверкать медалями Позабыли мы покой Пропустили ужин Робот гребаный такой Армии не нужен Десять дней стелили гать В усмерть упахались Терминаторов тягать мы не нанимались Брось железку Ну его, микросхемы слабы Чем мы хуже Те, кого нарожали бабу Ты пусти нас на врага Выдай балалайки Мы ж любого киборга На винты и гайки Мы на пузе до вершин По любой погоде О восстании машин Ни к чему, Володя Мы тебе и меч и щит На руку и в руку Ну или Сам потом его тащи Из болота, суку Лучше не скажешь Понимаешь? Лучше не скажешь И единственное, что я думаю Что Путин пропустил это во всем Чтобы добиться вот этих результатов Это поставить Рогозина Чтобы он этим управлял Во главе этой операции Ну а так вот Коротенькое как бы По этому вопросу Если подвести Может быть даже Отчасти по серьезному Дело в том, что Нет такого вида оружия Которое не было бы срисовано Не было бы срисовано У кого-то еще Я больше чем уверен Вот те беспилотники Которые сейчас используются В Америке В Израиле В европейской армии Они были забытны давно И используются уже давно В России они только еще Входят в море Естественно Разрабатываются эти беспилотники Будут разрабатываться А боевые роботы Они будут разрабатываться И разрабатываются Исключительно И однозначно Я больше чем уверен Для ведения Никаких боевых действий В поле Вот это вот чучело Вот это вот На двух ногах Или на четырех костях Которое будет ходить Оно не нужно Во-первых Оно хорошо заметно Во-вторых Хоть он не робот Все равно при помощи артиллерии Там И каких-то ракетных средств Управляемых ракет Он легко уничтожается Так нельзя сделать Чтобы он не уничтожался Вот То же самое Как танк Например Лидовый транспортер Какая разница Единственная разница В том что В нем нет человека Как какового Есть человек Который сидит за монитором Там В километрах Сзади него Но Эти роботы Я больше чем уверен Они будут предназначены Не для ведения Реальных боевых действий В поле Скажем так Или Ну где-то еще Там Может быть в городе Может быть в лесу А скорее всего Они поступят на вооружение Росгвардии Полиции Для борьбы С демонстрантами С участниками митингов И так далее На гражданское население На подданных На обывателей При помощи Страшилищ Гораздо Легче Производить впечатление Скажем так Нагонять страх Вот А военные люди Прекрасно понимают Что любого Любое чучело На поле боя Можно уничтожить Из пушки Самолета Вертолета Это когда Но Средства радиоэлектронного подавления Юр Я секунду Закончу эту мысль И самое главное На фоне вот этого Всего Вот этого Подпрыгивания Там Непонятных Вот этих заявлений На фоне того Что у нас Оказывается С 1 января Как я прочитал У бывших Старые его Обещания У нас пенсия У пенсионеров Которая сейчас составляет Не более 12 В среднем По стране 1000 рублей Должна быть 26 По тем указам Которые он издавал Он же все указы издает Декреты Это как в сказке Маленький принц У десента Икжупери Там король говорил Говорит Ну если я сейчас прикажу Солнцу не всходить А Луне не выходить На горизонт Там это самое На небо Она же этого не выполнит И кто будет дураком Я или Солнце Вот он приказал Оказался дураком Пенсии не получилось Так же будет С беспилотниками Лазерным оружием И боевые роботы Но самое страшное То что Какую бы мы сейчас Какой бы сайт Мы не открыли Общественно-политический Любую газету Любую телепрограмму Какую-то там Даже новостную У нас новости идут На каждом канале Повторяются раз в час И везде в конце Выпуска новостей Проявляется вот такое Окошечко Там ребенок Забинтованный какой-нибудь Или на инвалидной коллекции И идет речь Мальчику нужно 500 тысяч рублей Для того чтобы Отвезти его в Германию Прооперировать ему позвоночник Девочке нужно То-то, то-то, то Чтобы вылечить ДЦП А почему-то На беспилотники И боевые роботы Хватает С кем воевать Не понятно Не, как с кем С теми Куда эти дети Должны поехать лечиться С ними же воевать Да-да-да-да С проклятым НАТОМ Ты что, не понимаешь Что ли Вот не патриотически Мыслишь Прямо Долбануть в клинику Из лазерного оружия Правильно И не надо будет Девочке тогда Собирать на лечение Потому что врачи Врачи же сейчас В России Даже с этой Допотопной медициной Средневековье В медицине Объехать от Москвы Десять километров Даже оттуда Врачи уходят С работы Дети умирают Потому что Операцию элементарную Там на аппендицит Любой фельдшер Который может провести Более не менее Грамотный Уже умирают От этого А вот защищать Их От ненавистных Нам Израиля И там Этих капиталистов И все Вот на это Деньги есть И понимают Ведь народ же понимает Вот ты и Сань Ты же тоже понимаешь Что-то разворуются Бабки просто И оружие-то не изобретут И оружие-то не скоммунистят Даже Вот просто Оно пропадет Сделают какой-то Один-два Прототипа И все И кобец Ну а Хорошо Господа Ну вот смотрите Вот официальное сообщение О том Что Россия Впервые Испытала Неуловимую Гиперзвуковую Ракету Кинжал В Арктике Которая Запускает Которая не имеет аналогов То есть Значит Что-то сделали Опять Аналогов нет Опять Мы все в шоке Все потрясены Все боимся Понимаешь Даже фантазии нет Придумать что-то новое Вот этот стих Что ты прочел Гениальный Вот это самое лучшее оружие У русского человека Вот правда Это самое лучшее оружие Вот эту всю херню Что они пишут И опять Самое лучшее Опять самое Нету Аналога Опять В Арктике Испытали Что испытали Вроде В кого Испытали Они пишут Что В мире Сегодня Огромные Угрозы Поэтому Это все Для чего это Потому что Путин говорит Угрозы Кругом Огромные Угрозы В мире Он не говорит Против России Вообще В мире Угрозы Он что Не понимает Что одна Из самых Больших Угроз В мире Это и есть Он сам С кем Воевать Собирается В мире Его считают Одни В цивилизованном Мире считают Что одна Из самых Больших Угроз Как раз Военных Хотя Мощь самая Военная У Китая Но угрозы Оттуда не исходят В России А самая Большая Угроза Это Когда-то Вчера Позавчера Параги И тому назад Я с этим Константином Боровым Интервью Делал Так у него Есть Вот эта Фигня Ну я не знаю Верить Не верить Там Как он Рассказывает Как бы Вериться Что могло Такое Быть Что к нему Пришли Горюшники И сказали Что Вот Путин У власти И вот он дал КГБ Сейчас Входу И вот они Уже придумали Там Значит Работают Вместе С такой Организацией Называется Алкаиды И такой Человек Как Асама Горла И ему Рассказывают Горюшник И что Будет Вот они Разрабатывают План Нападения На Америку Гражданскими Самолетами На Близнецы Но это Еще в первом Году Да Он Рассказывает Что он Пришел Там Американское Посольство Его приняли Там За псих За идиота Послали В Конгрессе Я бы выступал Это так и было Он Это говорит И что он выступал И пытался доказать Но его Принимали За сумасшедшего Ну вот угроза Откуда исходит Понимаешь Ну так Политика была Построена Такие политики Что там У нас тоже Еще те Которые нет Ничего страшного Поэтому Дело в том Что он сам Эту угрозу И нейтрализовал Она вроде как Есть Вот этот самолет МиГ-31 Который пускает Ракету Со скоростью 10 тысяч Км в час Самолет МиГ-31 Самый современный Наш Истребитель Бомбардировщик Но Он нейтрализовал Нейтрализовал Угрозу чем Тем Что Все свое Окружение Отправил туда В качестве Движущихся Мишеней Или как Пехота Говорит Мишень Кабан Бегущий Получается В общем Да Вернее Называется так Цель Грудная фигура Ростовая фигура Поясная фигура Движущаяся фигура Вот эти все Виды мишеней Он расставил По всей Европе И по всей Америке Потому что Мы вчера с Юрой Посмотрели список Даже сегодня Рассматривали список Порядка Там что-то 50 депутатов Государственной думы Что-то 20 сенаторов 15 или 20 Министров И их заместителей И крупная Группа Правительственных Чиновников Человек 20 Все имеют Недвижимость В Европе И Америке Раз Большинство из них Не большинство А все Кто имеет Недвижимость Соответственно Имеют Виды на жительство Или право На постоянное место Жительства Либо некоторые Имеют гражданство Некоторые в Америке Имеют грин карп И То есть Они являются Как бы заложниками Понимаешь Они как Вот как стрелять Посмотрите Они там Выходные проводят От пуска А по ним будут Вот этой ракетой Кинжал Мочить Ну Это естественно Это бред Я не хотел Я не хотел Трогать С Витором Вот Сам ты На это Меня наводит Я молчал Понимаешь Ну Во-первых Этот кинжал Насколько я понимаю Это какой-то Адаптированный Искандер К этому Мигу 31 Да Скорее всего Сколько Мигов 31 Не знаю Ну Эскадрилья есть Она дежурит В Южном военном округе Эскадрилья 12 самолетов 12 самолетов Значит А сколько у нас Мишеней по Европе И по Америке Своих Своих Вашу Не хватит Понимаешь Не хватит Потому что Я говорю Может быть Иногда там И делают Что-то такое Какой-то Я никогда не видел Но Наверное Есть Я верю В это Что может Что-то придумать Там создать Но создадут Один или два Экземпляда Создадут Прототип Массово Пускай как F-16 Который может Приземлиться На любом аэродроме Его на любом аэродроме В Европе В Америке Могут починить Потому что Есть запчасти Есть инфраструктура Есть летчики Которые могут заменить Все обученные На них летать Этого нету Ну есть 12 самолетов Он сломается Где-нибудь В Хабаровске И все И будет там Ставить ржавик Потому что Уже его там Растащат на куски Нету инфраструктуры Ну есть 12 Ну 20 Ну 2000 Этих ракет Есть Это же Ты же понимаешь Сегодня Это Один день Боя Два дня Боя Там да Что-то пошибают Что-то не сработает Что-то Простреляют Промажут Промахнутся Это Не 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 Серьезно А вот Насчет депутатов Вот У которых Гражданство И недвижимость И за границей Вот Это вот Вы Сейчас гоните Анти-советчины Здесь я с вами Не согласен Почему Потому что Эти люди уже Они достаточно Написано Заработали Чтобы жить В Швейцарии Чтобы жить В Америке А они Остаются В матушке В России И думают О России Заботятся О России Понимаешь А вот Такие Как Не к столу Будет сказано Полковники Глушенко Которые Воевали Ранили Строили Без себя Они Иностранные Агенты У них Гражданства Больше Другого Уже Нет А вот Эти Люди Которые Гражданство Деньги Недвижимость Это Патриоты И я Попрошу Не путать Их Между собой Иметь Честь Берет Отношение К этому Вот Например Многоуважаемый Йосиф Кобзон Проголосовал Я надеюсь Ему там Сейчас Тепло Там Но если Там где Вы сидите То там А если Там где Я сидю То там Вы же на разных В общем Он проголосовал За Вот этот Закон Подлецов Что Американцы Теперь не могут Больных Изуродованных Детей Привозить В Америку И лечить Его дочка В это время Зала В одном Из самых Дорогих Пентхаузов Нью-Йорка А он Голосует Что Его дочка Здесь А он Там Вот Тоже Такая Как говорится Явно Человек Духовный Ну Точно Так же Как я Я просто Хочу Я просто Критикую Своим Я просто Критикую Своим Чтобы не Обижались Что Я там Не Жал У вас Вы там Сидите С евреи Татарскими Возвращение Лиц Вам Легко А на меня Сейчас Будут Нападки Понятно Я точно Такой же Вопрос По поводу Ирины Родниной Нашей Чемпионки Олимпиады Всего мира И всего Такого У нее Гринкард А у дочери Гражданство И у внука Гражданство Представляешь Сейчас война Я Из запаса Призываюсь Тут же У меня Даже есть Запасная Должность С кем я должен Идти Вот у меня Военный билет Клеен Мог Предписание Расписано Должность Чем я буду Командовать В случае Войны На каком Фронте В какой Армии А ты Представляешь Ее внука Призовут В случае Если войны В Америке Сразу Наемная Контрактная Армия Она Дополняется Призывниками Правильно Это логично Можно Численность Должна увеличиваться Представляешь Ее внука Призывают В американскую Армию Как гражданин Соединенных Штатов Ему там 20-20 Скоп Подожди А зачем Его призывать Я многих Знаю Которые Папа Был Крепел Они сами Пошли Служить Нашу Армию Не хотят Ее Призывать Не надо Ты представляешь Где-нибудь Встреча На Эльбе Только Не как В 45-м Году А вот Как Допустим Гипотетически В 2020 Какого-нибудь Я лежу На одном Перегу С автоматом А внук Ирина Родниной Лежит на другом Перегу С автоматом Это у тебя Гипотетически А у меня Есть реальная Такая история Смотрю Я как-то Первый канал Но я не помню Какой Так что Ты живой-то еще Я еще Помнил Ну давно Это было Я еще помню Я был в синагоге На какой-то праздник В Москве На Бродской Смотрю Соловьев сидит Я думаю Фига себе Я даже не знал Что он еврей А он сидит Все Все Экипирован Правильно Все Кстати Его выгнали Из евреев Ты знаешь Выгнали Ну Это нормально У вас так можно? Можно Не Возьм Но это какие-то Равинаты Собираются Что-то там Решают И выгоняют Из евреев И исключают Так вот Там какая-то Петиция идет Соловьева Выгнали Из евреев Ну Не важно Я считаю Что у таких людей Национальности Религии Уроды Такие Гитлер был Не нерец Не австриец Сталин Не грузин Это Дверия Был Не Мингрей Троцкий Троцкий был Не еврей Это люди Ну и важно И я смотрю Значит Соловьева Помню Думаю Вот сука Что он на Америку Несет Вот тогда он только Америку поливал Знаешь Такое ведро Говна Теряк Что-то Америку Я думаю Вот Вот сука Какая Я только там Недавно С ним Сидел Ну все Уезжаю Включаю Приезжаю в Майами Включаю опять Телевизор Опять То он опять На Америку Такое Гонит Ну Не то что Он там Ему не нравится Все Он придумывает Значит Издевается Придумывает Ну Неправду Говорит Врет Нету Такого Луна Я еще тогда Только в отставку Ушел Поэтому я просыпался В 4 утра Кричал Подъем Бегал под ворки Думал А что дальше делать Что дальше Дальше что В Майами Сижу Вот солнышко Встает Там все Бескомфорт Такой испытывает И значит С Шариком Утром На пробежку Там на пляже С собакой Со своей Шариком Ну и вот значит Я с ней Иду по пляжу Она девочка У меня Звать Шарик Просто Иду по пляжу С ней И кто мне Навстречу идет С поднятием солнцем Соловьем В Майами Соловьем Фига себе И я говорю Шарик Фас У меня Шарик Она на половину Волк Шарик Правда старик Тоже глухает Немножко Вот Идет Только что Вчера Америку А сам идет По пляжам В Майами Вот Понимаешь Это люди Которых Не только Ни чести Ничего Надо же Так Или с ума Своей Я даже не понимаю Как за деньги Это можно делать Наверное с ума Сумасшедшим надо быть Ну это да С психикой Все это ненормально Потому что он Вроде был Человек обеспеченный Так я больше того Скажу Друзья мои Ведь дело в том Что вот посмотрите Ролики Соловьева 20-летней давности Конец 90-х годов Он тогда же был Но это Якобинец какой-то Это Демократ Белый толковый Бужик был Да Смелый толковый Кстати такой же был Киселев Такая же была Ольга Белова Ну Скобеевой Тогда еще и в проекте Не было Она еще тогда Подгузники меняла Но Норкин Тоже Тогда был Приличным Кстати Ей сейчас тоже Не мешало бы Поменять подгузники Почаще Что-то из нее Да Это согласен Смертеля Она видимо Их не часто меняет Дура Но Вот Все-таки Давайте господа Вернемся К технологическим Достижениям Вот недавно Мы уже с Сашей Это обсуждали Глава Сбербанка Герман Греф Он познакомил Премьер-министра России Дмитрия Медведева С цифровой Женщиной Юр Интересуюсь А Трампа Кто-нибудь Знакомил С цифровой бабой Прорезиновую Не надо А вот с цифровой бабой Его кто-нибудь Знакомил А ты видел Его настоящую бабу Иванку Трамп Да Трамп Цифровая Такая Герла На 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 Это Меня часто Спрашивали Он вообще Знает Про Украину Про Россию Я говорю Прав нет Ему это все Я говорю Я думаю Что он знает Что его жена Откуда-то Из этого Региона Где-то там Близко Недалеко Россия Украина Недалеко Откуда Где она Куда она Его это Мало Интересует С цифровой бабой Его Трамп Не знаю Я думаю Что его нет Я бы не отказался Ничего Познакомить бы Я все-таки Морской офицер Я с любой бабой Познакомлюсь С цифровой На всякий случай У вас моряки Как у нас Гусары Ну Моряки Моряки Извиняем Моряки Я не везде Моряки Знаешь Сошел На берег В каждом порту По жене Слушай А вот вопрос Такой В Америке Первые лица Государства Президент Вице-президент Какие-то Министры У них Вообще Это принято Разрезать Ленточки На различных Выставках Проводить Какие-то Совещания По поводу Развития Например Американского Языка Как у нас Это принято В чисто Идеологическом Плане Открывать Новую Железную Дорогу Вот у нас Тут В Москве Ну не Железную Дорогу А какую-то Открыли Платную Дорогу Платную Москва Ну понимаешь Понимаешь У нас Это Они бы Хотели Это делать Потому что Это дает МПА Но дело В том Что Налогоплательщики Которые Выбирают Они говорят Мы вам Не за Этим Батки Платят Мы Для того Чтобы Вы Нас Представляли В Конгрессе Чтобы Вы Делали Закон Чем Нас Народ Недоволен Что Они Этим Не Занимаются Импичментом Трампа Они Занимаются Какой-то Фигнёй Но Бывает Такое Например Трамп Вот Недавно Посетил Apple Компанию Apple Которая Открывает Огромную Огромную Свою Фабрику Не В Мексике А В Америке А он же Себе Это Дает Да Он Тащит Себе Что Это Он Из-за Него Они Сделали Поэтому Он Туда Пришел Но Это Миллиарды 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 Долларов Поэтому Он Туда Прибыл Сказал Отлично Тут У вас Хорошая Такая Фигня Ну Так Как Путин Там Каждый Раз Перед Такими Рабочими Причем Рабочие Все Ребен На Всех Заводах Одни И те Ж Рабочие Разные Там И рыбаки Какие-то У него Были Те Это Моей Жене Так Она Купила Несколько Домов Ремонтировать Этот Прораб Который Ее Дурит Он Значит Приезжает Вот Видите Все Работа Идет Они Все Стоят Калашмак Все Такое Поехали Следующих Посмотрим Смошли Эти Снимаются Едут Тоже Приезжает Они И вот Так Она Проехала Вроде Вся Работа Идет В следующий Раз Я Поеду Все Так Я Старый Разведчик Знаешь Ну Да Он Этих Снимает А Они Я Не Россий Они Все Похожи А Они Что Из Таджикистана Что Либо Они С Южной Америки А Понял Они Воспринимаются Одинаково Точно Так Как У Таджики Узбеки Они Все Орут На своем Тарабашке Я Просто С ним Поменял Путь Едем В этот Дом А Когда Мы Сели В машину Я сказал Едем В тот А Они Там Он Берет Телефон Я говорю Не надо Сейчас Не надо Зволь Сейчас Он должен Скатеревить Свою Дороги Ехать Аккуратно Я Пристёки Безопасно Приезжаем Там Никого Ну Елки Баба А то что она цифровая Это просто рассказали Ага И то что она баба Это тоже рассказали То есть на самом деле Это мужик На самом деле Там майор Или подполковник Или там Это самое Как Высоцкий Бел А сама наложит Толу под корсет Ты проверяй Какого пола Твой сосед О Точно Страшные вещи Говорите Товарищи офицеры Страшные вещи А что это баба Должна делать Вообще Это цифровая Взагланды А он же может Приготовить Да ты чё Она поприветствовала Дмитрия Медведева Во И всё И всё А чё тебе ещё надо Пару слов Произнесла Что-то Он ей улыбнулся Она ему улыбнулась Он задал вопрос Этому Грефу Который представляет Эту выставку Электронной техники Самый супермощный компьютер Она является Как бы аватаром Этого компьютера Вот мы имеем Аватар в компьютере На картиночке На маленькой На иконке А это как бы Вот этот суперкомпьютер И вокруг него Вот эта тёлка Там вышивает Он подошёл С ней переговорил Она ясно Чётко Разумительно отвечает На вопросы Представилась ему И он задал вопрос А у неё говорит Реальный прототип есть А я сейчас допетрил Какой реальный прототип Даже электронная женщина Может совершить теракт Поэтому там был Загримированный Под электронную женщину Да вот Саша Обижаешь нашего Премьер-министра Не может быть майором Только полковник Почему Обижаюсь Обижаюсь Только полковник Обижаюсь Потому что майор Или подполковник Сколько бы он стоил Ну перегримировай его Ну 100 тысяч долларов Он стоил А они-то При этой бабе Цифровой Представляешь Сколько они денег Там на пи На пи На пи На пили Да На пили Формально-то майор По накладной Числится Как электронная баба Они его напилили Все время Майору-то 100 тысяч Отстегнули А 5 миллионов Унесли Вот и все Майору 100 тысяч Отстегнули? Да ладно Ну типа того Дали ему значок Очередной Ну значок Отличник Советской Армии Может еще и расстрелять Могут Могут Чтоб не Болтал Да Но коль скоро Мы заговорили О Трампе Вот на примере Дональда Фредовича Тут как раз Вот я считаю Мы видим Насколько Российская Федерация Более свободная Страна Против Тоталитарной И полицейской Америки Смотри Вот когда Секретная служба Она Везла Дональда Фредовича Из Флориды В Афганистан У него Отобрали Сотовый телефон Вот Сань Вот ты можешь себе Представить Что в России У президента Российской Федерации Кто-то посмел бы Отобрать телефон У Трампа Пожалуйста А у нас У него нет Телефона У него нет Телефона Юра Он не пользуется Вообще Ни компьютерами Ни электронной техникой И никто ему Не может позвонить Напрямую За ним ходят Два капитана Первого ранга Или три капитана Первого ранга С ядерным чемоданчиком А с другой стороны Ходит человек Офицер связи Так называемый Он носит за ним Какую-то там Компьютерную установку Типа планшета Типа компьютера По которому На него выходят Он как коммутаторщик Или как связистка Как секретарша Отвечает Да первый слушает Да второй на связи Так первый занят Подожди Он разговаривает Сейчас доложу Подходит Челкает каблуками Говорит Товарищ первый Вам звонят Будете разговаривать Кто звонит Товарищ второй Ну товарищ второй Это премьер-министр Обождет Так вам Дональд Фредович Звонит Трамп Ну Трампа давай Пообщаемся Ну к примеру Такого там Ему подносят Трубку издалека Подбегают К нему Подносят А сам Он что Он будешь телефон Таскачивает У него отбирать Нечего Юр Нечего отбирать У него ничего Нету Ничего Он хладранец Это Это Я тебе скажу Что такое Саня говорит Что за ним Пой Я присутствовал Когда президент Один раз Приезжал И смотрел Что приезжает Знаешь сколько С ним самолетов Прилетает Собак Машин Запасных машин Один самолет Геркулес Это только Связь Которая Везжает Со своими Этими Генераторами Со своими Проводами Черт знает Что Они все Это Запихивают Они все Это Восстанавливают Это только Связь Придет Какой Нахер Телефон У него У него Телефон Он не может Вообще Ничего Сказать Там Тысячи Людей Контролирует Это Каждое Его Слово Вот сейчас У нас В конгрессе Разбираются Люди Которые Знаешь Я там Это со стороны Только увидел Один раз А люди Которые Смеются Когда Один Выступает В конгрессе Парень Очень ценный Видимо Для демократов Коротко Сокращенно Парень Парень Очень ценный Он сидит В ресторане И слышит Как какой-то Другой Чудар В ресторане Разговаривает С президентом Трампом И слышит Потому что Очень громко Он слышит Что тот Ему в ухо Говорит Что президент Трамп Что он Только заинтересован Чтобы замочить Бань Причем Он уверен Что это Президент Трамп Говорит С мобиль В ресторане И говорят Эти конгрессу Я говорю Да Какой Парень Как это Физически Невозможно С какого-то Телефона Трамп С кем-то Говорил Еще Из ресторана И кто-то Слышит Это Тогда вопрос А я вот Подписан На его Твиттер Регулярно Твиттер Читаю Твиттер Да Он Твиттер Он Писан Чему Как он физически Это У него есть доступ К каким-то вещам Которым он может Но то что он может Вести Переговоры По связи По мобильному Телефону Чтобы Кто-то Нет Этого не может На Твиттере Он пишет Свои Только Вот эти Мысли Выкидывает Причем Это народу Нравится Он на это Настаивает Близость к людям Ну Да Потому что Он Вырезал Всех Этих Комментаторов Журналистов Журналюб Этих Всех Он Вырезал Напрямую Общается С народом Потому что Народу Еще нравится То что Он допускает Граматические Ошибки Потому что Понимает Что Не прошло Уже 20 Редакторов И то что Он хотел Сказать И то что Вышло Совершенно Две Разные Вещи Зато Грамотно Зато Красиво Он пишет Прям Как Стишок Что Ты Прочел Все Пошли Мы Все Я работаю У меня Времени На это Нет Я работаю У меня Китай У меня Мексика У меня Договоры У меня Экономика У меня Война В Афганистане В Ираке В Сирии А все Это Видите Нак Он Работает У него Если В Белом Доме Посмотреть У него Знаешь Есть фотография Где сидит Обама Такой Чистый Стол В Белом Доме И у него Ноги На столе Лежат Обама И такой Трап Сидит Волосы Все дыбы Завален Бумагами Завален Еще Чем Телефоны Стоят Коммуникации Разные Чудак Работает Чудак Паша С утра До вечера Хотя Могли у него Может быть Могли Я Я Не Я Не Исключаю Что у Трампа Трамп мог Своего сына Взять Телефон Или что-нибудь Такое Сделать Они его Поймали И отняли Ну Понятно Какой-нибудь Такой Финт Он мог Сделать Это От него Ожидаем Ну Там Все Это Было В целях Маскировки Там Нужно Было Вообще Такую Точку Электронную Там Даже Как Описывается В этой Новости Что В тот момент Когда Он Летел Из Флориды В Вашингтон С Его Телефон Уже Был Изъят Но С Его Телефона Выходили Твиттер Сообщение То Чтобы По Локации Понимали Что Он До сих пор На Флориде С С С С С Потом Когда Уже Из Вашингтона На Другом Самолете Из Флориды Вашингтон Он Летел На Военно Транспортном Самолете Представляешь Вот В этом Огромном Отсеке Где Возят Танки Ну К пример А Потом Уже На Порту Номер Два Он Полетел В Афганистан И Все Равно Пока Он Был В Полете Битые Летели Из Флориды Никто Не Понял Да Я думаю Что В Одностороннем Порядке Он Имеет Право Общаться С Народом Но В Двухстороннем Я думаю Не дадут Никогда Я Говорю Без Прослушки Без Мы С Выпустили Ну Уже Ты Наверное Видел Там Пятый Или Шестой Раз У нас Выходит Прямой Эфир С Телефонной Связью Уважаемые Зрители Не упрек Никому Не упрек Звоните Звоните Я вас Умоляю Только Подгадайте Пожалуйста Под местное Саратовское Время У нас Как правило Оно На 1 час Раньше Московского Если Сейчас В Москве Без 15 6 У нас Без 15 7 Смысл В чем Я имею Свойство Иногда По ночам Спать Вот Просто Брать Ложиться Спать Ну скажем Часиков В 12 Ну и Просыпаться Часиков В 7 Утро Смысл В чем Получается Я не знаю В каком измерении Выживет Но когда Вам дали Мой телефон В дневное время Ради бога Всегда Пожалуйста Интерактив Обратная связь Нам всегда Нужна Нужны ваши Просьбы Пожелания И все Такое Я полагаю Мы будем Дальше Все дело Внедрять Но когда В 3 часа Ночи Меня спрашивают Про Расскажите Что такое Акт В 3 часа Начинает орать Телефон А представляешь Сколько Это мне Могут позвонить Там 6 тысяч Зрителей Вдруг Которые Посмотрели Вчерашнюю Программу И успели Записать Номер телефона А ты Лишь Сколько Могут позвонить На этот Твиттер Или написать Сообщение Могут Трампу И спросить Какую-нибудь Глупость Да Я тебе скажу Что У меня В коем случае В моей воинской практике Когда я Дежурный По госпиталю Я молодой В центре Веденант И Дежурный По госпиталю И В 3 часа ночи Каждый день Каждый раз Когда я Стою дежурство Я уверен Что даже Когда не я Стою дежурство Звонит Одна женщина И говорит Мне срочно Нужен педиатр Дайте педиатр К К Телефон Я говорю А в чем дело Что случилось У моего сына Большая температура Какая температура 36,7 Я говорю Сколько там ребенка 4 котика Это нормально Ночью У ребенка Температура На полградуса Повысится Это нормально У любого человека Нет Это высокая температура Срочно мне врача Я говорю Нет Я врача Путить не буду Я-то Из-за этого Это нормально И вот это Происходит Каждую Тут я стою Дежурным Одну ночь Она не звонит А я не сплю В 3 часа ночи Я ей звоню обратно И спрашиваю Какая температура У ребенка Как в 3 часа ночи Она говорит Что? Да Где? Что? Я говорю Так что Так и надо Ну конечно Меня командир вызвал На следующее утро Выбор Улепил Нарал на меня Что я нормальный человек Я или нет В 3 часа ночи Звоню по центру Спрашиваю Как они себя чувствуют Ну молодой был Делать было нечего Так это молодой А в Саратове Это реальный случай В конце 70-х В начале 80-х годов Прошлого века Работали в мединституте Два великолепных врача У одного из них Была фамилия Шепс У другого Кожевников Они постоянно Подкалывали друг друга И вот Однажды Шепс В 3 часа ночи Звонит Кожевникову А тогда не было Мобильных телефонов Тогда только городские Он ему звонит Тот берет трубку Спрашивает Алло Тот говорит Алло Куда я попал Это роддом или психбольница И вешает трубку На следующий день Шепс не спит ночью Он ждет ответной реакции Ответной реакции нет На следующий день Опять нет Неделю Шепс не спит ночами Он ждет Когда его в ответ разыграют Розыгрыша нет Проходит месяц Уже Шепс забыл об этом Через месяц Ровно в 3 часа ночи Раздается звонок Алло Шепс Я все думаю Почему тебе нужно Или-или Да Циничные люди Это точно Ну что ж друзья Спасибо вам огромное За замечательную беседу Итак дорогие зрители С вами были Капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Тавах Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко Берегите себя И старший лейтенант Пиджак Юрий Гемельфар Ну я как всегда напоминаю Выводы делать Только вам До встречи друзья Через неделю Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok